МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Далее в два часа выйдут данные о продажах на вторичном рынке недвижимости США за август. В июле данные этого отчёта не соответствовали ожиданиям. Объемы продаж сокращаются второй месяц подряд и достигли минимального уровня за почти 12 месяцев. Самое важное событие дня, а, возможно, и все недели – это заявление Федерального резерва по поводу монетарной политики, которая запланирована на шесть часов. Спустя полчаса пройдёт важнейшая пресс-конференция. Рынки не рассчитывают на повышение процентных ставок, но ожидают увидеть сокращение портфеля облигаций регулятора. Кроме этого, Центробанк опубликует свои экономические прогнозы. Всё это может повлиять на валютные рынки. В 10.45 вечера выйдут данные об уровне ВВП Новой Зеландии за второй квартал. Это важнейшая публикация для всех трейдеров по новозеландскому доллару. В первом квартале эти данные не соответствовали ожиданиям из-за ухудшения показателей строительной сферы. Но при этом большинство подсекторов демонстрировали рост. На три часа запланирована ещё одна публикация из Новой Зеландии. В это время выйдут данные о расходах по кредитным картам за август. В июле объёмы расходов продолжали расти, хотя темпы роста были меньше, чем 8,3%, которые были зафиксированы в предыдущем месяце. В 4.30 выйдут данные индекса деловой активности в промышленности Японии за июль. В июне индекс восстановился, частично сбалансировав майское понижение на 0,8%. Всем трейдерам по австралийскому доллару стоит обратить внимание на выступление председателя Резервного банка Австралии Филиппо Лу, которое запланировано на 5-10 утра. Он выступит с речью под названием «Следующая глава в Американской торговой палате в Австралии». Вы смотрели экономический календар на среду, 20 сентября. С вами была Джессика Уокер. В следующем выпуске мы расскажем вам о ключевых событиях четверга. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»